здравствуйте с вами снова лёха бучер под последними видосами я очень часто начал видеть комментарии подобного типа ребят вам чё действительно интересны мои татуировки well ok специально для вас я сделал этот ролик а также я вам расскажу что значит придумывать идеи татуировок по пьяни а потом первые два дня жалеть а потом понимать что блин это круто и мне это очень нравится погнали и да перед тем как я начну рассказывать о своих прекрасных и божественных татуировках подпишись на канал поставь свой лайк под этим видосом напиши свой комментарий и все ты мне очень поможешь а теперь точно погнали ну что же тогда начнем с самой моей первой татуировки как ни странно начал я забиваться 18 лет когда стал взрослым проблема в том что у меня просто до 18 денег не было чтобы хоть что-то на себе бить но неважно опустим этот момент короче 18 лет моя самая первая татуировка можете не спрашивать почему я набилами на череп и все такое потому что я немного тупой я элементарно выиграл сертификат по тату и такой пойду ка сделаю себе что-то крутое а там сертификат все-таки на пять тысяч был опять тысяч достаточно большой объем для моего города и я такой блин выл круто пойду и сделаю татуировку естественно идеи у меня вообще никаких не было и я не знал чем не бить я просто пошел сказал бля я хочу чтобы там был короче череп и все ну и получилось как-то так кстати она выглядит очень люто блин шикардос димас очень классный мастер но пока я не могу к нему ходить потому что у него сеансы дорогие но как вы поняли сейчас мы все еще идем по моим по факту бесплатным татуировкам а это как раз таки рик санчес из самого прекрасного блять и обожаемого мной сериала река морсе я просто обожаю я не могу доделать морти но блять рик просто шикарен а на самом деле я просто выиграл сертификат у ученицы в студии у моего хорошего знакомого и такой типа блин хочу сделать что-то классное из мультика и пусть это будет рик в принципе достаточно клево она до сих пор держится ничего не выпало ничего не расплылось достаточно качественно всем так ну а это вроде бы последняя моя бесплатная татуировка которые когда-либо дел как вы видите тут у нас два скейтборда в виде булочек от хот-дога и сосиска посередине это я нарисовал я тупой ну короче смотрите вот эта цифра к 19 19 год потому что сделал ее в девятнадцатом году логично а вот эти вот буковки разбитой gsd это означает гуский борди виды потому что как раз таки эту татуху я выиграл на чичфо на гуский борди ну да и в красноярске ребятки если в красноярске катайтесь на скейтборде пожалуйста скейтборд это очень клево круто делаю в студии хоммейд тату как раз таки у лёхи лёха тоже крутой мастер блин на мне только крутые мастера бьют если вы тату мастер и вы крутой пишите мне в директ и мы сделаем с вами жесть мясо и вообще красивую картинок ну что пойдем следующие мелочишки вот это это японский демон ну по крайней мере так не сказал мастер который убил потому что его глаза узкие у этого демона были поэтому он японский за эту татуху я отдал полторы тысячи рублей вроде бы максимум я не помню я помню что вроде косарь и 500 рублей за коррекцию коррекцию мы делали несколько раз зубы как вы видите все равно не видны может быть когда-то мы ее доделаем принципе прикольно прикольно я прекрасно понимаю что бывает когда я хожу к начинающим мастерам и в принципе зачем зачем мне вообще что-то говорить оно мне нравится оно выглядит клёво ставь класс если тебе тоже это нравится в чем прикол вот этого дракона я не знаю это моя предпоследняя татуировка вообще она изначально должна была быть черно-белой просто я такой лёша такой как бы делаешь всю жизнь руку в одних цветах а потом его давай я тебе заплачу 500 рублей мы сделаем ее в цвете но как-то так получилось что вот этот вот прекрасный череп дракона теперь голубой у нас других цветов по факту не было и мы решили сделать так ну а чё смотрится клёво смотрится заебатенько смотрится мне нравится и это главное а теперь самое сочное самое последнее то о чем я пожалел поначалу а потом понял что это очень круто и смотрится она очень клёво на моей руке короче началось все как у руслана crazy мегахела был концерт в красноярске в октябре 2019 года я такой блин я не могу пропустить такое прекрасное событие для нашей недодеревни и я должен туда попасть за один день я собрал денег на билет гритин мид чтобы подойти просто поговорить с ним сфоткаться и и прочее после концерта я немножко пригубил чуть-чуть чуть-чуть короче нахуярился и что-то меня сподвигло сделать историю в моем инстаграме о том что ребят если мы набираем 5000 лайков на фотографии с русланом я бью татуировку все пошло не по плану наверное сразу же на следующий день потому что руслан репост на эту фотку к себе минимум два раза 5000 лайков набрали за это сколько за полтора дня буквально и я такой блять что мне делать у меня нет денег на татуировки я же бомж но в этот момент мне пишет чувак это один прикольный художник из красноярска который сейчас уже переехал и он пишет что он хочет начать делать татуйки но он хочет делать каллиграфические шрифты я ему говорю ее удут все мы тобой сработаемся все будет красиво все будет классно я ему сказал пиши сэм хелл и будем его бить в результате прошло наверное месяц чебачок ничего не нарисовал укатил в питер и я остался без татуировок без всего я такой блин я же обещал подписчиков я же люблю подписчиков я обещал им татуировку что делать я пишу тому чуваку который в принципе бьет меня в последнее время всегда любыми цветами и всем я говорю дуд ты сейчас начал рисовать шрифты мне нужен шрифт сэм хелл так вот он начал рисовать я увидел несколько вариаций этого эскиза и такой блин йоу это круто мы это бьем я отдал за это три тысячи рублей ребята три тысячи рублей но я сделал это crazy мега хелл на моей руке да 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 можете сказать что тупой что я набил не другого человека на своей руке но но он очень стильный и он мега круто вбивается в принципе в общую концепцию моей руки которая не имеет никакой общей концепции вообще по факту просто решили что мы сейчас будем закрывать некоторые места еще просто добавлять туда штуки и выводить это какой-то цельный прикольный разносторонний рукавчик и блин это круто подобные идеи оказывается даже как-то иногда полезны потому что ну во первых это бустит твою активность соц сетях потому что как бы да подписчиков то все хотят добрый вечер мы в 2020 году живем а также ну блин это просто клево это клево это моя наверное единственная татуха о которой я по началу такой что-то сука что-то стрёмно такое бить набил посмотрел как оно смотрится а ну сука выглядит шикарно и плюс это самая неудобная татуха которую мне делали потому что делает татухи лежа блять и лежать вот так вот руку выгнав это вообще не прикольно поэтому как то так как отреагировал сам руслан да в принципе он нормально отреагировал потому что он говорил что были люди которые били татухи с ним с его творчеством с обложками его альбомов там была дичь а это блин это прикольно выглядит мне нравится всем нравится не нравится и заебись ребятки татуировки это классно но если вам нет 18 не надо их делать это вас дома от пизде ну и естественно сейчас в планах у меня дохера годанты сделать на себя но я как всегда бомж студент поэтому вот поэтому ребятки спасибо большое за то что посмотрели это видео которое почему то вам было интересно и нужно я никогда не думал что людям будет интересно послушать и посмотреть какие у меня татуировки и что это вообще такое зачем я это делал спасибо ребятки как я уже говорил подписывайся на канал ставь свой лайк пиши комментарии давайте добьем 100 комментариев как под видосом с майнкрафтом я вообще рухну упаду сломаюсь и вообще умру ребятки спасибо вы крутые что подписаны на мой канал все кто подписан на мой канал тот самый к вообще крутой главный и вообще крутой ребятки слушайтесь маму бейте качественные татуировки смотрите лёху бучера и делайте уроки а я пошел до следующего видоса да 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 ну да